так ну здорово посмотрим чего в принципе можно собрать из самого дешевого что было не стыдно начать давайте наверное с материнских плат посмотрим какие в принципе есть дешевые материнские платы так сначала недорогие ага аж 310 не это хуйня о нихуя сюда же 775 продается я чуть в экстаз не упал от такой новости да да так старое говно вот между прочим старое говно а уже больше трех тысяч до где какой-нибудь актуальный сокет ну вот а320 есть на мсi но блин радиатор это где радио без радиаторов плохо будет нельзя ничего серьезного ставят данные такие платки так следующие на уже уже к 5000 подобрались тоже но единственные нормальные короче платы это на нормальном сокете это м4 вот уже 520 до так уже бэшка бэшка на 151 в 2 но это так себе нас интересует 1200 1700 до бы 450 до 6 ксов но опять радиаторы где а их нет во во вот это минимум получается это самый минимум который есть но по сути от иксов и плата вы лучшим и материнская так по сути там элементная база примерно одинаковая ну ладно самые дешевые платы у нас допустим на м4 в комплект надо посмотреть если видео выходы hdmi и 9 хорошо вот эта плата будет нам стартом для сборки на м4 самый дешевый так теперь процессор не нужно со встроенной графикой раз уж мы экономим и конечно пишите что думаете атлон 200g можно взять но это совсем печаль этот под офис кстати норм давайте типа не но если под офис то можно было бы даже и без радиаторов посмотреть мы все-таки давайте какой-то минимальный игровой пока 400 вот 3 300 x хороший но без графики надо 4 30 50 же уже 9000 4 30 50 же конечно намного лучше чем 3 200 g прям существенно но лучше мы заплатим целую тысячу да вот смотрите не 2000 и возьмем 4 650 g вот это у нас процессор видеокарты уже есть корпус теперь надо посмотреть какой корпус чтобы было в принципе довольно продуваемо и довольно дешево вообще все они мне не нравятся и все они стоят как-то уж слишком завышена не корпуса гробы а вот эти красивый красивый но уже блять три с половиной какого хуя красивый вроде прикольный давайте чекнем даже по ходу продув есть если вы за стеночка не глухая похоже что она не глухая бпшник снизу и видеокарту 305 миллиметров вмещает очень даже где так сказать dns не радует но тысяча разницы не я думаю упираться нельзя упираться вот в одну ебаную тысячу это себе дороже будет дальше охлад нужен какой-то охлад совсем дрянь совсем муть хотя вот эти вот за 650 уже можно было вот такие вот лепестки поставить но так как у нас это игровой компьютер и вариант не очень да вот так у нас на две теплотрубочки то можно было бы поставить да но лучше наверное посмотреть что еще можно 200t он 200t хорошо в принципе вывезет но в идеале бы на 3 теплотрубки то есть гаммакс 300 бы лучше во а вот он есть какая разница с 200t дешевым 200t 899 или да ну немного 300 рублей всего лишь фрехандрит рублс начнем с бпшника да вот на это конечно муть срань и кал дипкул д дн это конечно не очень вот если дн найдем то это уже хорошо это какая-то новая версия я тут ничего не могу сказать о дипкул д е 500 а это уже можно брать уже можно брать оператив . конечно дим как мы судим то поставим в эту плату да никак так ну давайте по объему тип памяти нам ддр 4 и только так объем одного модуля давайте 8 потому что никакого смысла нету брать меньше да вот тем более нам нужно два модуля это 16 да я бы не брал в 2022 менее 16 гигов оперативки до 16 брал вы или 32 больше тоже мало кому понадобится больше чем 32 смотри-ка это кстати не настоящая м.д. это память памяти м.д. это короче на не настоящий от не настоящих м.д. это это фейк вот есть безрадиаторная есть с радиками самая дешевая вот от гейл но здесь скорее всего не факт что она достигнет каких-либо приемлемых частот а у нас все-таки стройная графика частотку повыше да вот 3200 с такими большими таймингами я бы не брал с 90 процентной вероятностью означает что тайминги не занизятся до чипы там очень дерьмовые на 3200 но на таких относительно дерьмовых таймингах в принципе можно но я бы еще проиграл мне вот это это точно нет это 3600 на 2026 на самом деле она принципе подходит под занижение частоты и занижение таймингов в принципе все из этого можно нам добавить в комплект более-менее терпимо а главное дешево ну давайте так как у нас очень дешевая сборка то возьмем вот просто вот это в комплект к нам по стилю и удар даже вообще патриот вайпер лучше вот две штуки 28000 осталось хранение данных вполне в тридцатку мы влазим да так со скрипом я думаю что нет смысла смотреть жесткий диск в 2022 то так и да и созди стоит вообще по-божески вот и осмотреть м2 в дешевую сборку нет смысла только если конечно возьмем м2 то какой-то дерьмовый и смысл в этом нет из ю 650 на 120 не 100 2 см 240 а то и на 500 такой бы диск но вообще за 1000 рублей какой-никакой диск это очень даже приятно 120 прям минимум минимум я что вот под систему и там ну одну игру да и то если это не rdr2 что-то там постаре и надо смотреть что бы на tlc или с меньшей битностью и макси вот и желательно 3d нант конечно телси 3d нант прям хорошо в самом худшем случае просто тилси вот эти когда пишут орденант вот тут непонятно надо верно проверять 240 кстати патриот бёрст элит просто 3d нант это непонятно это может быть 3d нант qlc а qlc это совсем плохо можно конечно по ресурсу памяти пробовать вычислить но я не считаю что это нужно вот из ю 650 на 240 это хороший диск хорошим контроллером вот его и в комплект возьмем и мы ну со скрипом конечно но вот у нас тридцатник с небольшим действующая сборочка с неплохим железом которая даст там поиграть в дотку кс q или на минималках относительно новые игры по 4 650 g там принципе граф ядро особенно если разогнать память может справиться на минимал очках там с относительно новыми играми ну допустим вот думаю тернул точно легко запустится погоняются но игра с хорошей оптимизации на киберпанк вроде тоже запускали тоже как-то худо-бедно идет до низком разрешении вот игрок раз плохой оптимизацией но так давайте дальше что ли какой можно проц поставить чтобы перейти к дискретной видеокарте 3600 в ту же цену в принципе да так на 4 500 не обманывайтесь 4 500 будет хуже чем 3600 дисны и плюс он будет холоднее ты все а 4 650 g это как 3600 со встройками так что в принципе выбор за потребителем ноября вот если выбирать из 3 600 и 400 650 g я выволчу я бы выбрал 4 650 g каши 3 600 чуть побыстрее чуть побыстрее будет но если его оба подразогнать шансы сравняются и все-таки 4 650 g имеет встроенную графику нужна дискретная графика пределах 10 что-нибудь да посмотрим они нихуя не вы а вот выйдет выйдет 6 400 по быстродействию кстати это не супер видеокарта но если все на минимум она дает приличный фпс видеокарты арк это темная лошадка потому что непонятно чего них там с драйверами я не знаю никого кто бы пользовался ими изначально было совсем ложу вы сейчас может быть получше а может и нет может до сих пор но я бы арки пока что не брал и воздержался бы когда есть nvidia и амд 1030 это даже хуже чем 550 то даже думать о ней за 8000 вообще запрещаю как но смотрим получается 6 400 уделала вообще все видеокарты которые представлены в ценовой категории которые я подобрал чтобы сравнить да то есть но понимаете 550 это мусор до полный 560 тоже за 10 это это мусор при том что есть 6 400 и вот 1630 вообще даже хуже 1050 тя и просто позор на хрена такое выпускают я не знаю ну вот 6 400 короче обходит всех с большим запасом поэтому сборку подойдет только она тут принципе холодная видеокарта так что без разницы в каком на исполнении возьмем сам дешевым так и за 40 к у нас можно в принципе собрать неплохой комп с дискретным видеокарт конечно но производительность такая себе но вот смотрите в 1080p поиграть даст перима конечно не на ультрах давайте на средних на средних 85 кадров на среднем rdr2 на средних 50 тоже пойдет пусть одесса ассасин из одессы пользует играбельно играбельно такая у нас видеокарта есть из более сильных которая стоит тоже адекватно конечно те кто знают что 1650 можно было когда-то купить за 12 тысяч наверное сейчас сплакнут в 2020 как раз когда вышла через некоторое время можно было за 12 но это где-то месяц была такая пора потом стало 13 14 а потом так майнинг и хуй тебе но она она не особо быстрее на блин она щи чуть-чуть она короче все переплаты в 5000 вообще не стоит максимально не стоит своих денег до приняли 6400 лучше уж не доплатить там 5000 потерять один кадр действительно бред полный 10 50 тем более она еще хуже чем 1650 и хуже чем 6 6 400 вообще карта говно а для интереса я посмотрю какие есть мтс все мало гигабайт и не очень доверено производителя то можно еще взять тесла тесла до сэм илон маск выпускал лично контроль качества обеспечивал конечно получаются диски такого формата прям на дороже реально 20 очень хайповый созди его всякие куличи там советую да всякие и rx4d и прочие такие вот чуваки таки поля купить его тогда нас и в принципе так это если прям самое дешевое брать но это будет не совсем дерьмо по крайней мере но выгоднее взять все таки и созди в формате два с половиной но запоминаем там 3000 с небольшим запоминаем да и что можно взять формате два с половиной 635 это call она на келси вот это нельзя брать ресурс маленький под систему не подойдет под файлопобойку в принципе можно но нет особо резона реально экономить на типе памяти там не сильно дешевле получается адреса не все-таки будет доплатить вот 480 дата то есть можно в два раза больше этих памяти до получить формате два с половиной чем формате м2 все-таки м2 еще не слишком дешевые не ведитесь так мы чуть проапгрейдили теперь проапгрейдим посмотрим какая память есть еще получше посаснее дайте g-skill и егис вот это мы всего 2000 потратили а уже какой рост тайминги у нас стали хорошие до типа у тебя тоже принципе пойдет может быть они даже занизились бы а эти точно занизятся хотя бы немного стопой а если просто обновите если просто обновить на что-то более новое более красивое более хорошая на 5000 что нибудь до 5600 дышу за 17 ну чё я бы не сказал что потерпим это хорошо товар несовместим да конечно плит не совместим просто обновить bios и все обновить bios и товар совместим нет я здесь нет проблем совместимости но это дополнительных 6000 по сравнению с 3 600 x но это и стоит того это и стоит того я просто смотрел насчет видях у нас 5 800 x 3d стоит 30 639 выгодно можно брать выгодно какая ультимативная видеокарта будет для 1440 п ультимативно это чтоб прям но все там до тащила заебись ну дай посмотрим на примере вот этих игр так вот смотри я поставил игры ведьмак reded redemption control и астин крит одессе да можно еще другие закинуть игры это если тебе интересно и посмотрим какие карты но допустим это будет 6 700 x ti да так сразу 6 500 x и даваем на будущее так qhd control ставим средний почему потому что ультра это наверняка rtx 84 фпс на средних да вполне себе ультимативно так в reded redemption ставим уже high на 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 qhd high 64 фпс нормально нормально ну значит можно больше значит можно больше как ассасин тоже ультра qhd 60 не можно это получается такая оптимальная карта но надо бы больше для ультимативности этого мало этого явно мало 87 фпс у ведьмаке просто дома прикупить моник 27 дюймов 1440 п пересидеть на full hd со своей 1650 супер ты имеешь ввиду вот купить этот моник да и играть на нем full hd на 1650 супер ну можно чего почему бы нет я бы даже я бы даже воспользовался в некоторых случаях этим фиделити фиксом воспользовался в некоторых случаях иногда можно вот а где нету фиделити фикс но есть не полный рендер в принципе можно и не полный рендер почему бы и нет в принципе схема рабочая можешь переходить но тебе надо получается минимум 6 700 xd чтобы играть в 60 fps а если мы возьмем 6 800 наверно 3070 ти до 370 немного слабее 6 800 вот а так получается зависимость от тайтла вот в контроле да вы чё да вы чё ребят вы как-то хуёво протестировали не может 6 800 быстрее медленнее быть чем 6 700 xd это это бред и это полный бред ну вот но тут быстрее на видимо ребята при тестировании в процессор уперлись но вот 3070 ти и 6 800 это уже похоже на ультимативный вариант для 2k в 4k в принципе тоже можно поиграть но не факт что получится шучу шучу так ну вот на этот вопрос мы ответили так запомним что c14000 нам вот такая вот power color в таком урезанном варианте попалась и я отложу и буду дальше смотреть какие есть конкуренты но вы за 1650 это не конкурент даже 1650 супер это тоже не конкурент квадро под игры не берем квадро это не для игр конечно играть можно на производительность будет плохая даже в сравнении с видяхами а также чипе нефика себя уже пять зрителей сегодня но учитывая что настройках все равно приоритеты на текстуру и сглаживания всякие эффекты освещения т.д. что жрут немало буду не включать уважаю уважаю я вот я тоже так делаю всякие освещение эффекты это в первую очередь будет результат чуть получше но да 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 в принципе даже в 4к можешь немножечко попробовать но типа конечно монитор на 4к но так вот в 2к будешь как рыба в воде с такой видишь очкой если 6800 возьмешь вообще будешь красава или или 30 мистей вот а так 3070 или 6 700 xd это вот 60 fps твердый на форме сначала сборочку такую вот а потом уже посмотрим чем можно почем выйдет с чем-то может не быть совместимости может блоком питания да да давайте блок питания заменим давайте блок питания тогда заменим если с ним допустим нету совместимости процессор 5600 типа несовместимых с этой платой но пиздеж и провокация так с этим корпусом все должно быть совместима потому что у него 305 длина видеокарты 160 миллиметров кулера то есть он вполне себе простор так но сборка сборка с 6500 xd где-то на 52 тысячи выходит а конфигуратор нагло врет осуществляет наглую ложь нашел 6700 xd сапфир пульс за 36951 хорошо хорошо в принципе довольно выгодно по моему можно меньше но это тоже вполне себе выгодно посмотри правда еще я могу глянуть озон наверняка на зоне будет дешевле какой не какой-нибудь бы доверенный блог о вот это лучше по идее вот это да это по идее ну точно это все таки акция но хороший пп шник ну ни в какое сравнение блять 40 ламвы иксом который из дерьма полного сделан да это уже тут вполне сносное комплектующие дашка на 500 и какая несовместимость процессор материнская плата но пиздёж на пиздёж вот пятьдесят две тысячи шесть 500 xd и райзен 5 600 x а давайте проверим ученой интелли можно будет можно ли будет меня интересует только b660 если уж на 5600 можно собраться и в принципе вполне выгодно то есть на конкурент это b660 так dd2 не не кал радиаторов меня есть есть в принципе пойдет но блять но почему она 8000 блять дорого но пойдет 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 я смотрю так вот это конечно можно было да но тут блять все-таки разница существенная 8 против 11 3000 и тогда уж надо взять 12 400 ф с ним кстати с этим сокетом гаммакс 300 совместим я проверял а 6 500 xd в этой сборке временное решение не в этой нет мы смотрим как это что можно довольно дешево и производительно собирать какие-то суммы 6 500 xd это один этап следующий этап уже будет какой 1660 и супер и или что есть за такую цену получше 12 400 ф он стоит на 2000 меньше чем 5 600 в принципе что 12 как бы 400 f что 5 600 x там и там и там есть куда расти но 12 400 будет даже лучше потому что все таки это 13 900 кей это у нас лучше чем 5 800 x 3d и 59 50 x смотря для чего нам надо да даже даже получилось меньше денег поэтому выгоднее 12 400 ф собирать чем 5 600 x хотя это это хорошо но вот я бы выбрал 12 400 ф именно из-за возможности апгрейда на лучшие комплектующего себе конечно я если буду апгрейдить я проапгрейджу просто процессор у меня типа хорошая мать и мне никакого смысла нет переходить на intel да а если с нуля собираться до этого получается 1700 сокет лучше только с кулера с кулером может быть засада гаммакс 300 подходит другие кульки не факт